Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Биткоин падает, но есть кое-что интересное, о чем я хочу тебе рассказать в этом выпуске. Оказывается, кто-то покупает его и делает это масштабами не меньше, чем в прошлом году Илон Маск и Тесла. Кроме этого, сегодня я хочу показать тебе одну интересную монету, которая, кажется, готова повторить успех Шиба-Ину. А как ты помнишь, эта монета в свое время создала множество миллионеров и даже миллиардеров из ранних инвесторов. И если ты ее пропустил, то, возможно, криптовалюта, о которой я сегодня поведаю, является таким же шансом, как и Шиба-Ину в свое время. Если для тебя это все звучит интересно, почему бы не поставить лайк и не подписаться на канал? Здесь мы каждый день будем говорить о криптовалюте, экономике и финансах. Если это то, что тебя импонирует, я буду рад видеть тебя в числе своих зрителей. Кстати, читал в комментариях, что мои видео помогают отвлекаться от событий и приводить мысли в порядок. Что ж, и ради этого тоже стоит подписаться. Итак, начнем с этой новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США утвердила еще один фьючерсный биткоин-ETF. Ты можешь спросить, ну и что, это же не спотовый ETF, а всего лишь фьючерсный. Но есть большая разница между этим ETF и другими подобными ему. Дело в том, что это один из первых фьючерсных биткоин-ETF, который одобрен в соответствии с законом о ценных бумагах 1933 года. И на самом деле добиться такого одобрения очень трудно. Гораздо труднее, чем обычного. Это значит, что в отличие от предыдущих фьючерсных биткоин-ETF, этот требует гораздо меньше условий от инвесторов. Соответственно, инвесторы теряют намного меньше на комиссиях и прочих издержках, инвестируя конкретно в этот, только что одобренный биткоин-ETF. Это также показывает и сдвиг в подходе самой комиссии SEC. Возможно, мы только что стали на шаг ближе к спотовому биткоин-ETF. Почему? Потому что спотовый биткоин-ETF тоже требует принятия согласно этому же закону. А вот спотовый биткоин-ETF привлечет очень много в биткоин и криптовалюту. И я легко могу это доказать. Достаточно лишь посмотреть на один интересный график. Почти 600 миллионов долларов в биткоине вывели с криптовалютной биржи Coinbase. И куда же их вывели? А прямиком в Purpose Bitcoin-ETF. На данный момент это крупнейший в мире биткоин-ETF и расположен он в Канаде. На этом графике мы можем видеть притоки денег в этот ETF, также и оттоки. Посмотри на этот зеленый прыжок. Огромный и резкий. Что это значит? Это значит, что огромное количество людей прямо сейчас используют шанс, который им дало падение биткоина. Причем используют по полной. Они вкладывают деньги в этот биткоин-ETF. Они купили его на 600 миллионов долларов. Очевидно, есть огромное количество людей, которые покупают. Институционалы, розница. Все хотят получить биткоин подешевле прямо сейчас. Вот что происходит. Также посмотри, что делает Luna Foundation, та самая Terra Luna. Она купила биткоинов на полтора миллиарда долларов буквально недавно. Сделала практически то же самое, что и Tesla в прошлом году. При этом достаточно тихо, никак особо не пиаря свои ходы. Luna также использует шансы дешевых цен на рынке. И покупает биткоин на полтора миллиарда. Так что, несмотря на волатильность и падение рынков, мы наблюдаем активность покупателей. Причем значительную. Только канадский ETF и Luna привлекли вместе 2 миллиона 1,1 миллиарда долларов на рынок биткоина. Это определенно огромная сумма. Поэтому, несмотря на то, сколько неопределенностей сейчас на рынке, сколько страхов и туманного будущего, есть умные инвесторы, которые используют этот шанс. И это именно то, что ты должен делать. Копировать умные деньги, их поведение. Ты должен покупать на низах, а не на пиках. К сожалению, большинство людей делают абсолютно наоборот. Хочу обратить твое внимание на эту метрику, которая также говорит нам о массивных покупках биткоина. Здесь мы видим количество биткоин-адресов, которые накапливают монеты. Посмотри, что с ними происходит в последнее время. Если что, это оранжевый график. Они начали очень быстро и резко расти. Практически вертикально. Количество людей, которые накапливают биткоин или сатоши, прямо сейчас внезапно взрывается. Дальше количество биткоин-адресов, на которых есть хотя бы кусочек биткоина. Хотя бы сколько-то там сатоши. Это количество тоже растет, как ты видишь. Также, если мы посмотрим на количество биткоин-кошельков с балансом больше 10 тысяч долларов, то мы увидим огромный взлет совсем недавно. Вот здесь он указан белой стрелкой. Что это значит? Это значит, что они покупают прямо сейчас. Они всегда покупают пониже, а продают повыше. Вот на что нужно обратить свое внимание прямо сейчас. Так что да, биткоин, несмотря на то, что он падает, все еще активно покупается. Его фундаменталы становятся только лучше. Хочу показать тебе еще один интересный индикатор, который измеряет спрос на биткоины и доступные предложения биткоинов. Этот индикатор не обязательно показывает дно очередного падающего рынка, но он действительно показывает, когда люди начинают покупать и накапливать монеты. Также он показывает тот момент, когда люди начинают продавать. В прошлый раз сигнал того, что люди начинают продавать, появлялся на рубеже 2017-2018 годов, аккурат перед медвежьим рынком. Такой же сигнал был в 2014, тоже перед самым медвежьим рынком. Но когда этот индикатор достигал верхнего бирюзового диапазона и задерживался в нем, это означало, что люди начинали покупать и накапливать биткоины. И как мы видим, сейчас этот индикатор снова достиг верхнего диапазона. И перед тем, как перейти к новой Shiba Inu, я хочу показать тебе этот технический анализ от Stock Money. Он заметил, что мы до сих пор следуем тому же паттерну из 2021 года. Мы не сформировали новое дно. Как мы видим, каждый новый минимум находится выше предыдущего. Фактически мы находимся у нижнего края, растущего уже несколько лет глобального тренда. И если мы продолжим повторяться, видимо, нас ожидает финальный выстрел вверх, точно так же, как вот здесь. Да, сейчас трудно в это поверить, но рано или поздно это должно случиться. Возможно, через полгода, возможно, через год, а может быть даже два. Но случится, несмотря на множество паникующих статей в мире финансов и экономики сейчас. А теперь посмотри на эту диаграмму. Синим графиком здесь обозначена цена Shiba Inu. Серым – количество приватных кошельков, которые ее накапливают. Мы видим здесь огромный скачок количества таких кошельков. Они накапливали Shiba Inu как маньяки с марта по май 2021. Что же произошло потом? А потом произошел взрыв цены Shiba Inu. Причем взрыв произошел такой, что за ночь ее роста появилось множество миллионеров и даже миллиардеров. Почему я тебе это показываю? Потому что я нашел нечто похожее. С одним лишь отличием. Эта криптовалюта еще так не выросла, как Shiba Inu. Посмотри, ее цена, которая здесь обозначена синим графиком, находится у самого дна. При этом количество кошельков, которые ее накапливают, неустанно растет. И мы не видим ни одного спада за весь этот год. Причем начали накапливать они еще в январе прошлого года. И с тех пор идет только накопление. Никакого избавления. Возможно, это значит, что в будущем мы можем увидеть такой же взрыв этой монеты, как у Shiba Inu. Ведь ситуации очень-очень похожи. Кстати, эта монета, как ты уже понял, называется Chilis. На этом все. Надеюсь, видео было интересным и полезным. И если это так, почему бы не поддержать его лайком? Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. А меня зовут Богатей из Shidi. Подписывайся на канал. Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова